добрый день всем кто меня смотрит слушает мой канал сам себе режиссер вчера были на даче вечером был нормальный и сегодня день у нас жаркий вчера жарки был вот мы там кое-что поделали я посадила чеснок морковочку мы с подругой с которой в детстве жили всю жизнь ездим на дачу вот мы все время разговариваем разговариваем и вот опять навеяло мы вспоминали детство опять все целовает то тот случай то тот случай из детства детство это хорошее воспоминание может быть я всегда думаю вот тогда и не казалось что прям такое раз хорошее детство вот обычно как вроде а вот со временем получается что уж лучше детства на свете нет и не было видимо со временем все это так вот превращается в душе надо так сделан человек что всегда воспоминания я так думаю подозреваю всегда воспоминания почему-то краше получаются чем были когда ты жил или по сравнению с этой жизнью потом думаешь что вот тогда то было лучше наверное вот но человек такой вот в нашем возрасте все детство юность это тем более подруга из детства со мной рядом и вот мы все время опять родители вспоминали опять детство вспоминали вот и я вспоминала как мне когда-то еще до школы я помню такое было плюшевая пальтишка тут воротничок значит небольшой а на плечах как пили перелинка такая тоненькая тоже из как это мода была из также плюша только тоненький такой воротничок он на плечах лежал круглый вот и меня выпустили на улицу гулять я знаю что ранняя весна была уже вроде и снег подтаял как с лужами но прохлада наверно март вот и еще шаль сверху видимо повязали потому что мне за шаль случилось что так таскал гусь и я вышла гулять вдруг на меня напал такой гусь большой без шит я от него плачу не может не плачу не знаю но я знаю что голос подала сильный визжала видимо боялась гуся и он меня уцепил за этот платок сзади треугольник этого платка и я кричу а у нас отец время у окна сидел как-то ему нравилось вот курить и смотреть в окно он как увидел выскочил схватил этого гуся за шею я думала он его убьет вот мы вспоминали вот этот вот случай я говорю лен я помню вот помню вот но в школе еще не училась вот отец вот так вот меня спас собака была у нас нас хоть и двухэтажный дом но сараи были у каждого потому что там дрова были в сараях возле сарая будка видимо у нас был у нас была собака тайга я ее не помню честно сказать мне только рассказывали мама что тайга очень умная была собака и отец часто привязывал санки со мной меня посадят на санки и тайга меня катала вот я смутно помню но вот по сказам это так и вот с леной разговаривали я помню мои родители тоже рассказывали вот все детство вот это вспоминается вот до школы я помню пришел к нам фотограф мамы дома не было отца дома не было он пришел по заданию мамы видимо в магазин зашел она видимо оплатила все ну как сейчас я понимаю я отправила по адресу нам чтобы вот сфотографировать меня старших тоже я не помню были ли нет наверно были вот но я не в их не фотографировали я помню видимо на задание дал только меня перед школой мне уже форму видно купили потому что это я форме я помню он пришел а у на а мы мама вот не знаю сейчас я не вижу а раньше была каша гречневая брикетах таких квадратных грамм 200 она уже видно было как вот полуфабрикат ее мама быстро варила я любопытно я все знала вот и мы я ела эту гречневую кашу с маслом сахаром значит как любила и он приходит и вот я как послу как он сказал посадил куда мне там надо было для него чтобы удобно я взяла с собой еще и кукла у меня в то время было пупсик под рукой тогда пупсики были многие вот вот такая вот вот такая вот фотография вот вот я сижу мне шесть лет форме черная и вот пупсика с собой взяла вот такая была думаю это вот память же останется она уже этой фотографии представьте сколько лет ну вроде как теперь уже совсем не такая я помню да все время меня меня отец стрит под горшочек смотрю потом уже косы отрастили в небольшие у меня волосики жиденькие были так косички жиденькие но с косичками потом ходила я в школу вот такая вот вот а старших я помню мама рассказывала брата и сестру тоже раньше еще фотографировали еще наверное я была или в пеленках или мне не было но на в пеленках раз брату здесь года три наверно а сестре на лет пять больше и тоже мама фотографировать это пригласила фотографа и сохранилась фотографа я почему показываю ретро вот это вот интересный вот я кино смотрю сейчас если старый хоть я и видела я все равно стараюсь смотреть и я смотрю уже не на действия ничего не думая а только смотрю какие дома были какие машины как люди одевались это если показывают улицу допустим там же человек идет как толпа то идет народ это же как реклама лет там 60 50 и мне нравится эта мода когда колокольчиками эти платьишки носили у сестры было такое платье мама и шила заказала вот и поэтому я эти вот фото смотрю может кому-то интересно будет какие раньше фото но всех на на не сохранились но я вот может их не будет потом мало ли я после меня что будет вот вот такие у меня брат с сестрой были мама рассказывала сестра там не на молодец она любила фото встала голову задрала и позирует обратно моего это маминого сына никак заставить на плачет не хочет мама ему подшлепник он дала он чешет а мама чешет попу и вот поставила его а так вроде он не хотел добровольно вот такие вот ретро фото уже выцвела уже столько лет вот но я храню вот мамин архив и мне перешел вот я хочу показать вот такие мои были брат сестра брата уже не вот ретро фото такие были фото такие детки были вот и фотографии я сегодня потому что альбом я там убиралась на полочке альбом достала и вот перешерстила и думаю ну конечно мой мое детство это детство но вот интересные же фотографии все-таки ничего не скажешь вот посмотрю и думаю но молодец все-таки и родители наши молодцы вот и я помню даже вот тогда когда мне фотографировали я это момент помню я помню бегала возле дома играли мы там что-то там с детьми я помню аж прямо вся запыхавшаяся была там с детьми детей же много было во дворе раньше я маленьких все кружила там что-то с ними как шефство такое все любила вот я так я за маленькими так вот детей и не любила чтоб нянчиться а вот во дворе вот охота покружить пищит радуется я я радуюсь я его и вот так мы кружились кружила я всех там детей и слышу меня отец зовет дочь иди сюда сфотографируемся ну рядом прям через там 20 метров на завалинке сидит старого дом нашего дома тогда завалинки были еще не подводили фундамент такие завалинки засыпные были деревянные сидит и сосед с фотоаппаратом стоит там наверху нас сосед такой же ну и я прибежала к нему и он не посадил вот на колени вот такая вот я оказалась у него на коленях представьте сколько лет это же сколько лет вот блекло уже все ну вот вот старый наш дом я такая соломинка я все время худенькая была худенькая все время была худенькая вот он не позвал вот я помню то вот как он но обними меня так руку закинула вот это тоже память вот тоже где-то мне 6 лет 6 лет видимо ними не меньше и не больше школу я еще не ходила но уже такая вот вот помню я когда вот это фото сделай вот сегодня вот посмотрела на эти архивы и ретро вот а это мы тоже помню уже постарше я помню тоже мама говорит идея день свете рочек там у тебя есть будем фотографироваться и вот это я уже в классе пятом и мы пошли вот такие вот там нас печка такая была высокая в том она не топилась вот мы возле нее и нас фотографировали вот это где-то 65 64 год вот так вот столько лет прошло не знаю наши внуки деть но дети-то еще может сохранят мне наташа ответственная такая а вот внуки уже может могут и раскидать все эти фото я знаю многие вот мои знакомые женщины они говорят им уже вот так как мне под 70 не горят я занялась альбомом все достала все первое лапси выкинула зачем детям это особенно вот такие вот любительские фото будут валяться потом по всему городу вот так расправились а я что-то вот рука не поднимается надеюсь может сохранят но уже когда я стлеет фото вот вот кино смотрю передачи ведь вот одну вторую вот одни вот одна передача была вот вспоминали дачные вот и 50-е годы как дачи получали или покупали вот писатели или обычные люди которые над 18 метрах жили в шестером семером они выбивали себе заявку написали им говорили зачем вам вас и так некоторые 20 человек живут на 6 метрах а ничего мол вот так мужчина рассказывал я говорю ну вы дайте мне землю я построю что-то его правда вот уже ему сколько лет он там построил показывали но я их к чему хочу сказать что у многих берут интервью и вот много показывают вот свои судьбы рассказывают детства вспоминают вот часто по телевизору вот это показывают но мы чем хуже не рыжие тоже хочу рассказать о своей судьбе о своих знакомых о своем детстве об родителях бабушек начинала начала я всю эту эпопею можно сказать вот серию вот роликов с бабушки и дедушки рожденные 1894 году вот их судьбы рассказывала у меня уже более 80 роликов плохо что никто не смотрит на мне интересно значит сейчас же любишь чтобы вот я вот смотрю когда ролики я смотрю вот тоже кто рассказывает про своей жизни вот там или там своих родню или там настоящую жизнь как они сейчас допустим живут не интересно может такая любопытная а вот смотрю миллионы просмотров ну там то кот чудит то щенок чудит то ребеночек падает и почему-то это так смешно почему ребенок сильно ударился упал и может быть сейчас все на стрессе все вот или жестокость а я не знаю почему я не смотрю я только включу или там что-то такое вот и я по телевизору смотрю я уже говорила но вот сегодня целый день и не ходила никуда прошла чуть-чуть и домой вот и я смотрела куда не ткнусь то война убивают то стреляют то тюрьмы показывают вот сейчас сериал этот но немножко отвлекусь вот на телевидении но сериал идет вот господи ну вот там дмитрий этот играет вот сейчас новый идет по нтв подсудимый боже мой вот вы знаете ну вот смотрела я до начинала вот когда идет там дома что-то у них праздник там вот или он там на работе как-то я вот это но вот несколько серий тюрьма 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 потом он убивает вот эти вот ножи я сразу отключаю открыть я не могу вот я съешь это смотрю вот все вот съешься смотрю в этом думаю это чё же это кино расправлюсь маленько думаю но у меня же все сосуды если сердце съешь зачем нет это же все равно кино это же сказки ну конечно наверное был там доля там с чего-то пишут доля правда она существует но уж долго это вот щелк щелк этими дверями этими тюремными вот это все мне так страшно мне так неприятно я его почти вот урывками в основном по интернету в ютубе я смотрю потому что по телевизору другие программы есть и я сразу переключаю и вот сегодня смотрю то там то там то убийство то война вот сейчас вот 9 мая война вот это вот убивают бегут солдаты их убивают это понятно это память я это все помню я чту я помочь им хочу если что то кому то но смотреть вот на это мне так тяжело мне так на души плохо мне сразу как-то мне и жить неохота что за такое вот и вот я смотрелось нтв ой тнт я единство там comedy club только не люблю когда-то эти парни вот остальное все и полицейские там этот и я пацаны реально реальные пацаны там вот это вот универ потом смотрю саша таня вот сегодня много серии саша таня ну че не смотреть там хорошо они там и уморят там ой в универе в универе тоже это самое потом про врачей вот это вот там кричит только сильно этот иван хлобыстин так кричит вот это мне тоже по нервам ну вот старая видать нервы то уже я такой мы в молодости ходили на кино вы знаете фильмы были тоже такие вот люди под индийские я помню индийские плакали выходили все а мы четверо сидим заливаем молодежь что-то скажем и ха 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 вот мы не плакали я молодая никогда не нервничала щит и меч смотрели кино спокойно так это вот помню фантомас мы смотрели несколько серий ну все серии фантомас фантомас против скотланд яда ну там зато вот в маске он как бегает нам интересно было мне нравился этот фильм ну вот что он убивал там писал ну это уже конечно а вот так мне понравилось что декорация красивая у нас таких же не было там на как фантастика вот чек-анфибия тоже вот там как-то снимали красиво там и под водой там что-то у него двери так автоматически вот это и фантомасе там такой жих дверь открывается как подвалом там красиво как сказ вот я фантомаса смотрела с удовольствием молодые нам что было по 16 лет вот и а сейчас вот я не могу вот не могу даже детективы не могу смотреть и не могу смотреть сейчас вот когда показывают как изменников мужей жен там выслеживают мне так неудобно поймать заходят мне так неудобно я переключаюсь вот обмен жонами смотрю смотрю по другому каналу как вот в кулинарии соревнуются бригада чтобы во францию попасть на учебу вот это кулинарийные я смотрю вот интересно мне вот такое вот все детское я смотрю чтобы не нервничать чтобы мне не переживать вот и как 9 мая наступает мне тяжко везде взрывы везде вот это вот война музыка тяжелая все я когда дети маленькие были у меня у меня же отец воевал я же как говорится так как можно сказать как дочь военного воюю он же много о войне рассказывал мало рассказывал говорю мало он о войне рассказывал что я говорю очень мало это маме он в юность ну когда они поженились маленько рассказал но я может на 9 мая посвящу ему это а нам детям нет я только помню жарко было летом он лежит на полу пришел с работы отдыхает ну как то пол холодный на первом этаже он отдыхал постелит одеялко и ляжет и я прибегусь и рядом с ним лягу и тут у нас же аэропорт часа над нами самолеты говорят сверхзвуковые вот мне объяснили вот тот который летит и так гудит и долго и я всегда как то говорю мы легли гудит самолет говорю пап я так боюсь что война будет самолет вот когда гудит так мне кажется сейчас бомбы скинет мы кино много смотрели летит самолет ой бомбы падают он говорит дочь не бойся пока я жив войны не будет Как он мне так сказал? Я так успокоилась. Ну, поверила ему, что пока он жив, войны не будет. Ну, жаль, он мало пожил, шестьдесят лет всего. Я теперь переживаю конфликты, кругом конфликты, кому чего-то что-то делят все это. Всем наши ресурсы нужны, господи. Эх, да что ж они же все богаты, что уже прям эту Сирию бедную, тоже не смотрю. Как начнут эти вот показывать разруху, вот эту ихнюю, как они там бедные дети, я не могу. Не знаю, может они выхватывают вот это. Ну да, по заказу же все, ну я не знаю. Но я не смотрю, как только вот это вот начнут показывать в новостях, я сразу, благо сейчас кнопки, я говорю всегда. Да, вот я бы памятник поставила тому, кто вот этот вот пульт придумал на расстоянии щелкать. И этот, телефон сотовый. Это ж, я не знаю, мы, правда, на 20 лет опоздали, но все-таки. Я помню в 80-м году сотовые уже в Америке были. Когда Рафери смотрела фильм, там говорили, у меня сотовый такой, у меня сотовый. Я всегда думала, что за сотовый у них, ну думала там, в сотах там, включают там, так думала. А сейчас вспоминаю, у них уже 80-го сотовые были. Пусть они, может, большие были, но они были. Вот, а у нас где-то в 2000-м только там, ну, начиная где 90-е, там вот эти вот бандиты, они бегали с этими большими моторолами от них. Но вот население-то началось где-то с 2000-го, с 2002-го, с 2003-го, вот только массово. Так хорошо, а то, когда дети, дочь у меня поступила в Хабаровске, письмо идет 10 дней с Амурской области, это ужас. А так набрала и все, и, пожалуйста, поговорила. Сейчас на расстоянии легче жить. Включила видео, и все, ты дочку видишь, на тебя видит. Вот сейчас, вот этим людям, кто это придумал, я бы им памятник при жизни поставила. И кнопки, когда были, это же издевательство. Особенно, когда реклама шла. Реклама идет, надо, может, кто-то спит в доме. Надо бежать, а если там 4, это же не напротив сидишь, он 4 метра у нас зал был. Вот, и вот бегаешь, и переключить программу. Уже включишь одну и сидишь, как этот. Хорошо, Взгляд тогда вот началась, программа Взгляд. Я помню, ночами смотрела. Вот, эту программу я смотрела. Что, где, когда было когда-то интересно, когда книги им дарили за это. Вот, ну, начиналось, видать, было мне интересно. Я моложе была, а я еще отгадывала там с ними сама себе. Вот, вот за это бы, конечно, вот началась детство. И вот свои мысли, свою жизнь, вот это все опять выложила вам. Вот, ну, поговорить, вот надо же. Может, кто-то и посмотрит. Ну, смотрю, не смотрят. Ну, все равно, несколько человек досмотрят. Может, вот подписчики мои все смотрят. Спасибо, кто отвлекается. Мне не обязательно благодарить. Я не люблю, когда хвалят. Ой, какая хорошая. Вот я читаю от других это. Ой, чуть ли не родная. Ну, зачем так? Ну, это же не... Ой, мы так ждем. Да такая хорошая. Да вы такая... Я читаю, мне ж неудобно за них. Ну, не мне пишут, а вот на другие ролики, когда пишут. Я говорю, ну, пишите нормально. А то как будто бы мать родная. Просто, что понравилось, скажите. Ну, я, конечно, не учу их. Нравится им так, пусть они пишут. Ну, чуть ли прямо вот, прямо вот, ну, разродная. Вот, внешне удобно. Я стараюсь прокрутить это, не смотреть. Доброе утро, здрасте, доброе утро, здрасте. Ну, люди разные. Может, им так легче. Я ведь тоже вот завела разговор. Кто меня там смотрит? А я вот разговариваю. Может, кто-то и посмотрит. Спасибо за внимание. Ну, откликайтесь хоть. Вот если я что-то не так говорю, сделайте замечание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok